приветствую вас дорогие рукодельницы сегодня свяжем такую замечательную шапочку с декоративным отворотом не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео вязать буду на девочку 6 лет объем головы 51 сантиметр вязать я буду из двух ниточек на к полушерсть будет моей основной ниточкой для пушистости добавлю ангора кролик составе кролик мохер и акрил на спице номер 5 обычным способом я набираю 60 петель количество петель для узорчика на отвороте должно быть кратно 6 я набрала 60 петель плюс одну петлю для замыкания вязания в круг следим за тем чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась смотрела в центр круга петельку с левой спицы снимаем на правую накидываем на нее предыдущую петлю затягиваем нашу соединительную петельку возвращаем ее на левую спицу повесим маркер начала ряда и начинаем вязание резиночкой 11 1 петля лицевая 1 петля изнаночная вяжем так до конца ряда я довязала ряд во втором и последующих рядах над лицевыми провязываем лицевые над изнаночными изнаночные так у нас формируется резиночка один на один вяжем так до конца ряда и таких рядов провяжем еще пять я провязала 6 рядов резиночкой следующем ряду мы будем делать перехлёст поменяем местами первую вторую петлю так чтобы первая оказалась спереди вяжем 1 изнаночную одну лицевую следим за тем что петельки у нас не скрещивались далее 1 лицевая и снова меняем местами две петельки будем спицу спереди работа во вторую петлю меняем местами с первой провязываем ее лицевой далее изнаночной следующую петлю тоже провязываем изнаночной и это наш раппорт повторяем будем спицу за работой во вторую петлю меняем местами с первой провязываем изнаночную лицевую далее 1 лицевая вводим спицу спереди работа во вторую петлю меняем местами с первой провязываем лицевую изнаночную еще одну изнаночную повторяем так до конца ряда меняем местами 2 петельки так чтобы 1 оказалась сверху провязываем изнаночную лицевую следом лицевая меняем местами две петельки так чтобы вторая оказалась сверху провязываем лицевую изнаночную и еще одну изнаночную так повторяем до конца ряда следующем ряду вяжем 1 изнаночную будем делать перехлёст в этих лицевых вводим спицу спереди работы в третью петлю снимаем 3 петли возвращаем первые две затем третью провязываем 3 петельки лицевыми далее у нас идут 3 изнаночные снова будем делать перехлёст в 3 лицевых петлях вводим спицу спереди работы в третью возвращаем первые две и третью поменяли их местами провязываем лицевыми далее 3 изнаночные так продолжаем вязать до конца ряда такие у нас получаются перехлёсты спереди работы вводим спицу в третью петлю меняем местами с 1 2 провязываем их лицевыми далее 3 изнаночные следующем ряду мы приводим все в порядок возвращаемся к нашей резиночки один на один меняем местами первую вторую петлю вводим спицу спереди работы в вторую петлю провязываем ее лицевой далее изнаночная потом у нас идет одна петля лицевая затем меняем местами вводим спицу за работаю вторую петлю меняем местами с 1 провязываем ее изнаночной затем лицевой изнаночная петля и это наш раппорт меняем местами первую вторую петельку вводим спицу спереди работы во вторую петлю провязываем ее лицевой затем изнаночная далее у нас идет лицевая меняем местами петельки вводим спицу за работой во вторую петлю меняем местами с 1 провязываем ее изнаночной затем лицевую и одна петля изнаночная так продолжаем вязать до конца ряда меняем местами петельки лицевая изнаночная лицевая меняем местами вводим за работой изнаночная лицевая изнаночная так у нас потихонечку возвращается наша резиночка один на один продолжаем так вязать до конца ряда я довязала ряд очень красивый узорчик у нас получился теперь продолжаем вязать резиночкой один на один одна лицевая 1 изнаночная и будем так вязать на нужную нам высоту шапочки все время вяжем резиночкой 1 лицевая 1 изнаночная так у нас будет выглядеть узор на отвороте я провязала 27 сантиметров от начала шапочки теперь приступим закрытию макушки разворачиваем лицевую петлю и провязываем ее со следующей изнаночной за заднюю стенку изнаночной петлей следующую лицевую снова разворачиваем провязываем 1 изнаночной и так вяжем до конца ряда у нас получается такая полосочка из изнаночных петель я довязываю ряд переодевая маркер в следующем ряду провязываем каждые 2 изнаночные вместе за заднюю стенку я довязываю отрезаем нашу рабочую нить и вставляем в иголочку широким ушком пропускаем сквозь наши петельки затягиваем и с этой же стороны закрепляем ниточку и прячем кончик это у нас изнаночная сторона шапочки теперь нашу шапочку выворачиваем и вот такой прекрасный она у нас получается очень красивая и необычная прячем кончик наборного ряда вставляем в иголочку с изнаночной стороны пропускаем сквозь петельки вниз и вверх так кончик надежно закрепится отрезаем наша шапочка готова отправляем ее стираться по желанию можно прикрепить помпончик очень классная интересная вышла шапочка спасибо вам за внимание не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе